Привет! У меня есть старенький термос Sunflower. И вот я решил проверить, насколько хорошо он держит тепло. Итак, представляю нашего героя. Итак, начнем. Температура среды, где стоит термос. То есть, он стоял у меня на балконе. Налил объем воды, равный практически объему термоса. То есть, вы видите границу воды под горлышко термоса. Кипятим данную кастрюлечку и воду в ней. Фиксируем температуру закипания. У нас она равняется 101 градус. И переливаем воду из кастрюльки в термос. Фиксируем первоначальные значения. И начинаем каждый час фиксировать температуру воды в термосе. Фиксируем необходимо проверить мигэрд Ingalls hдомово. Продолжение следует... Продолжение следует... В зависимости от часа температуры. То есть вот у нас столбец получился. И вот мы построили график температуры. То есть мы видим, что примерно в один час термос теряет 2 градуса. Но, в принципе, за 10 часов мы потеряли с 96 до 77 около 19 градусов. Но, в принципе, результат хороший. Потому что время жидкости, так скажем, уже за эти 10 часов, она не доживает. Рабочий день 8 часов у нас, ну, максимум 9. Так что как-то вот так вот. В принципе, результат отличный. Sunflower неплохой термос. И результаты тоже у него очень хорошие. Поэтому я считаю, что данный термос как бы рекомендуется к покупке. Качество у него отличное. И по своим сохраняющим, точнее, теплосберегающим свойствам он замечательно справляется. Поэтому я думаю, что данный термос очень будет полезен для тех, кто работает в холодных условиях или где нет возможности вскипятить воду или пищу. Ну, ладно. Всем всего доброго. Пока.